здравствуйте ребята это наш третий видеоурок и кто-то из вас меня уже знает а кто-то присоединился к нам только сейчас поэтому давайте с вами познакомимся меня зовут анастасия владимировна бурнос я инспектор отделения агитации пропаганды областной госавтоинспекции основная задача наших видеоуроков научить вас безопасному поведению на дороге в качестве пассажиров пешеходов и велосипедистов сегодня мы с вами будем говорить о вас как о участниках дорожного движения на этот раз о вас как о пассажирах не только когда вы едете в автомобиле но и тогда когда передвигаетесь в общественном транспорте когда мы с вами едем в автобусе или троллейбусе то являемся пассажирами транспортного средства а значит для нас существует определенное правило и начинаются они с остановки если ты стоишь на остановке и ожидаешь автобуса или троллейбуса отойди подальше от края тротуара автобус тебя может задеть или даже сбить еще одно правило не играй на остановке не возьмись у него не толкайся во время беготни ты можешь сам выбежать на проезжую часть дороги а можешь столкнуть на нее друга а это очень опасно еще необходимо запомнить ни в коем случае не выходи на проезжую часть дороги чтобы посмотреть не едет ли автобус или троллейбус если к остановке подошел нужный тебе общественный транспорт садиться в него можно только тогда когда он полностью остановился если есть свободное место стоит сразу занять его чтобы не мешать проходить другим людям не забывайте что нужно уступать места пожилым людям инвалидам и маленьким деткам нельзя бегать по салону и толкать других пассажиров если автобус резко затормозит ты можешь упасть сам если так вышло что в автобусе нет места и ты стоишь то крепко держись за поручни во время движения не передвигайся по автобусу используйте гаджеты только кратковременно либо тогда когда вы уверенно сидите или стоите но уверенно держитесь за поручни когда ваша поездка подошла к концу подготовьтесь к этому заранее спросите у окружающих вас пассажиров не выходят линии затем не торопясь выйдите из общественного транспорта не толкая при этом других пассажиров когда вы едете в автомобиле и вам еще нет 12 лет запомните сами и напомните еще раз родителям вы должны передвигаться в специальном детском удерживающем устройстве а если ваш рост и возраст позволяют то обязательно нужно пристеглаться ремнями безопасности ни в коем случае во время движения не садитесь никому на руки это очень опасно если вдруг случится авария у вас могут быть очень серьезные повреждения правила дорожного движения запрещают отвлекать водителя во время движения открывать двери автомобиля а также выбрасывать мусор из окон давайте с вами повторим все правила не ждать автобус или троллейбус у края проезжей части не играть на остановке общественного транспорта не выходить на проезжую часть чтобы посмотреть не едет ли автобус садиться в автобус только тогда когда он полностью остановился нельзя бегать по салону общественного транспорта использовать гаджеты нужно только кратковременно если вы крепко держитесь за поручень либо сидите заранее готовьтесь к выходу из автобуса когда вы едете в автомобиле и вам еще нет 12 лет запомните сами и напомните еще раз родителям вы должны передвигаться в специальном детском удерживающем устройстве а если ваш рост и возраст позволяют то обязательно нужно пристеглаться ремнями безопасности наш третий видео урок подошел к концу надеюсь вы запомнили все правила которые мы с вами сегодня прошли и это видео было для вас полезным а я с вами прощаюсь встретимся в наших новых видео уроках